Что ж, ребят, первый видеоролик в обновленном Блице с довольно позитивной информацией для некоторых из вас. На данный момент действует акция от ВГ. Акция довольно простая. Прокачай клану в 10 уровень снабжения и получи ИС-5. Придется раскошелиться на полторы тысячи голды. Хотя я считаю, что и это смешная сумма для премиума танка 8 уровня. Уже давно не секрет, что у меня есть пресс-аккаунт, и сегодня туда упал этот ИС, чтобы я смог протестировать и рассказать вам про это чудо советского танкостроения. Прежде чем начать обзор, хотелось бы сразу кое-что прояснить. Я не люблю Деструктер и пушки, которые даже слегка похожи на него. А он, в свою очередь, не любит меня. Ну, не понимаю я, в чем кайф этих стволов. Долгая КД, нереальный разброс значений в уроне и пробитии. Долгое сведение, хреновая точность и, как правило, отвратительную ВН. Поэтому для меня это было целым испытанием, чтобы мне предвзято подойти к его мини-обзору. Ну, а теперь хайпанем немножечко. В игре присутствует довольно много подобных советских тяжей. ИС-6, ИС-3 Защитник, ИС-3, ИС-8. У каждого есть свои минусы и свои плюсы. Так вот, ИС-5. Это тяж, в котором сложили практически все плюшки из того, что было. Начнем с орудия. Да, естественно, там стоит Деструктор. Причем такая же модель, как на ИС-3 Защитник. Со всеми вытекающими. В качестве основного снаряда у нас подкалиберный, а голда кумулятив. Что это нам дает? Это дает офигенное пробитие на основных снарядах, что естественно будет сказываться на доходности в конце боя. Также, в отличие от Защитника, у ИС-5 старая добрая цикличная перезарядка, что избавляет нас от нереально долгого КД после отстрела всех снарядов в барабане. Что касается скорострельности, то у ИС-5 выигрывает только ИС-6 на его основной пушке, которая на данный момент практически не имеет смысла. Что касается УВНов, разброса и сведения, то тут орудия схожи с альтернативной пушкой на 6-ом ИС-7. То есть получается, что орудие пятерки выбрало в себе самые лучшие характеристики из того, что было у его собратьев. Неплохое начало. Однако и без минусов не обошлось. Первое, что больше всего удивило, так это стоимость простого и голдового снаряда. Что у Защитника, что у ИС-5 самые дорогие базовые снаряды. Очень странное решение для премиумного танка. Также они занимают второе место по стоимости голды, проигрывая ледяной. Слава богу, что юзать ее приходится только в крайнем случае. Ну и второе, это огромный разброс между минимальным и максимальным значениями в пробитии. То есть может выйти так, что вы не пробьете средний танк, а может получиться, что будет пробитие в красную зону. Однако любители фармить на подобной тягинке давно привыкли к подобным капризам Деструктора. Теперь о броне. Вот тут-то самое интересное. Для противника ИС-5 будет самым бесявым совком после ИС-7. Отличнейшие формы, хорошая лобовая броня, нереально читерные борта и однозначно лучшая карма среди всех совков на 8 уровне. Если рассматривать пятерку на уязвимые места и сравнивать с другими тяжелыми представителями, то он по праву занимает первое место. Единственной особенностью можно отметить наличие серой зоны в маске орудия, однако пробить ее туда не смогла даже ИС-152. Идем далее. Подвижность и маневренность. И тут ИС-5 превосходит всех своих аналогов. Максималка в 42 километра является лучшим показателем среди настоящих тяжелых танков на 8 уровне. А МХ-50-100 в расчет не берем. Ну и по маневренности он нисколько не уступает. Что же, давайте подведем предварительные итоги по первым впечатлениям. Быстрый, маневренный, бронированный тяжелый танк с отличным пробитием и хорошим уроном. Поздравляю вас, господа танкисты. В нашей игре появилась очередная имбень, которая уже по первому впечатлению превзошла по всем параметрам защитника. Осталось лишь понять, а можно ли фармить на нем, ведь танк акционный. Сняв амуницию, катнув пару боев без доп. расходников, танк принес 65 тысяч за, прямо скажем, посредственные бои в 2К урона. Плохо ли это? Нет. Это неплохо. Это вполне так себе даже нормально. Объективно говоря, танк получился с ЗБС. Плюс, как по мне, он нереально круто смотрится. Очень красивый и приятно смотреть, как он передвигается по картам. Но, я конечно не хочу нагнетать ничего, но вангую, что совсем-совсем скоро, в самом недалеком будущем, мы начнем страдать от обилия этих имб в рандоме, взвод из которых будет карать все живое. А если, не дай бог, команду засетапят еще и защитника, или ИС-6, то это практически автоин, если в команде противника, конечно же, не будет аналогичного расклада. Ну да ладно, мы тут о танке, а не о том, что будет. В общем-то, на этом у меня все, до скорых встреч, пока-пока. Ну вот, мы уже видим, что стало нас кидать к девяткам. Кончилась малина. По сетапу у них все более-менее тяжелое, скорее всего будет город браться, поэтому поехали сразу же туда. Жак, потому что наши стэшки думают об обратном. Ну, надеюсь, что они быстро продают поле. Так, давайте займем позицию как можно быстрее. Ох, какая. Просветить кого-нибудь, попробовать здесь вот так бортик поставить, танкануть что-нибудь. Так, видимо, стадин сунечек. О, хорош. АТ-15 светим. О, ИС-6 засветился. Так, ну трое уже в горе. Так, о, защитник. Борщ. Ну, как это предполагалось, не здесь все. Не пробили. Счет страны творится. Почему ИС-6 справа? Да, вражеские стэшки как-то разошлись с нашими стэшками. Ладно, попробуем АТ-15 выпиливать. Своимся. Да, не пробиваем. Ну и нас не пробивает. Божь, 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 божь. Ой, 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 ой. Нам этого не надо. Только разведем его. Божь, 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 божь. Ну, давай же, сбыстрим. Отлично, отъехал. Так, 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 так. Ну, выкатиться нет. Мне напрягодил, капец. Так, ИС. Обожаю деструктор. Триста. Боже, что мой. Триста. Капец. А что за альфа? Что за проклятый день? Ес. Смотрите, ребята. Да, вообще дико танкуем. Просто все. Все танкуем. Нафиг. Ой, и совершает ошибочку. Давай. Пенс. Хорош. Защите к нам поворачивайся кормой. В принципе, уже можно давить. Все. Нафиг. От греха подальше заряжаем. На, на бортом стоит. Ключ, ключ, ключ. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Ключ, ключ. Не пробьешь. Я же говорю. Пока-пока. Я умудрился еще и бы укладку выбил. Все. Бой закончился. Не думаешь, я много настрелял. 2046 вывезли. При условии, что мы там саюзали все, что можно. Так, давайте снимем оборудование. Долой, долой. Тикс. Первый бой без амуниции. О, карта карьера. Опять девятки. Найс, катаем. Посмотрим, что ты можешь вывести, друг. Главное, чтобы бой сейчас был удачный. По раскладу у них тяжелый состав. Ну, значит, будет давить гору. Справа у нас угроз нету в виде одной СТ, но, скорее всего, ее быстренько убьют. Пасниву занимают здесь позицию. Паснисъем. Депуфо. Хех. Как ИС-5, ребят? Извечный вопрос. Как ИС-5? Давайте-ка сейчас отстреляемся, займем позицию и ответим. Как ИС-5? Да непонятно, как ИС-5. Еще не знаю, как он фармит. Но танкует. Так, надо ответить пока. Так, ну здесь главное ждать и не упарываться. Вон там Е-5, как и предполагалось, на правом фланге. Ну что, ледяной? Ладно, ледяной. Ты хочешь на раздаче поставить? Так, стой. Попробуем давать с другого фланга. Извините, простите. С другого фланга попробуем. Может кого-то что встретим. А вот то, что засветились, это плохо. Что-то они там никак не могут с СТ-шкой справиться. Так, ледяной здесь. Вафля. Вот это... Тульканули! Просто, ребят, чит броня. Просто чит броня. Ну да, я уже вангую, чтобы будет засилие этих ИСов. Просто жесть. Да что же вы там не сможете с Е-5 это справиться? Ё-моё! Так, ледяной жив? Хорош! Хепис еще жив, капец. Так, ледяной это нехорошо. Смотрите, смотрит. Ему еще помощь нужна, ребят. Я в шоке. Ну ладно. Пожалуйста. Ха, кстати, тонканули гуслей. Я думал, с уроном прошло. Не обратил внимания. Вообще, ребят, тонканули все, что можно. Это звездец. Так, продвигаемся далее. Так, защитник не в зоне. А, ИС-6. И ледяной. Ледяной давай держи. Ну ладно. Пробиты. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Как-то добиваем. Так, добиваем. В ка сугорчик не пробьешь, не пробьешь. Да! Просто ребята, офигеть. Танкуем, вообще танкуем все, что можно. Интересноспеет откуда дальше. Да. успел ну ладно вот и емая промахнулся кстати на одну секунду увеличилась к д почти на ночку ну чуть-чуть таранчика не вышло а как если скаты доброта забавно да неплохой бой победили может быть чей на фарме посмотрим тысячи две тайны кидал в раза три череда был выстрел 2200 неплохо ну 69000 вообще шикарно для акционного танка я считаю посмотрим чем команда так давайте деталь не глянем 766 так по кредитам вот пополнение боекомплекта ну на этом все вот такой вот танчик получился